Всем привет, ребята! С вами GoodApple! И сейчас я вам покажу, как сделать броню бога в Майнкрафте! Что ж, не буду затягивать, так что перед началом просмотра жмякни на лайк под этим роликом, ну а также не забудь нажать на кнопочку подписаться! А мы погнали! Так, ну что, давайте я вам для начала покажу, как же эта броня работает и как ею пользоваться. Смотрите, у нас есть полный сет брони, и я решил взять золотую, ведь это же все-таки броня бога! И да, это пока можно сказать бета-версия брони, потому что конкретно от того, что мы оденем броню и нам выдастся какой-то эффект, так, к сожалению, и пока сделать нельзя, и поэтому приходится придумывать какие-то хитрости. Что ж, и поэтому эту броню мы одеваем не так, как обычную, а чтобы ее одеть, нам нужно ее просто выкинуть. И да, каждый отдельный элемент брони выдает свой эффект, и вы сами можете выбирать, какой элемент брони какой эффект будет выдавать, и даже сколько эффектов будет выдавать отдельный элемент брони. Надеюсь, это понятно, ну а теперь давайте уже оденем эту броню, и как я уже говорил, чтобы ее одеть, мы ее просто выбрасываем. Так, и смотрите, нам сразу же выдались эффекты, и теперь мы стали намного сильнее и практически неуязвимым. Но есть один нюанс, эти эффекты нам выдаются не на все время, пока мы будем в этой броне, а лишь на указанное время, я указал 5 минут, но вы можете указать сколько угодно времени. Эти ограничения нужны потому, что после того, как мы оденем броню, если мы ее снимем, эффекты у нас не пропадут. Поэтому броня у нас получается одноразовая, то есть если мы ее оденем, после этого снимем и снова оденем, второй раз мы никаких эффектов уже не получим. Конечно, можно сделать, чтобы после одевания брони эффекты нам выдавались навсегда, но тогда нам постоянно придется таскать ведро молока, чтобы если что, мы могли убрать эти эффекты. В общем, вот такая бета-версия брони бога, как она работает я вам показал, а теперь давайте покажу, как работает сам механизм. Так, ну что, переходим к командным блокам. Наш механизм будет состоять из четырех частей, то есть из четырех столбиков. И каждый столбик будет отвечать за отдельный элемент брони. Значит, составим первый командный блок и записываем в него такую команду. Execute собака E в квадратных скобках type равен item, name равен открываем кавычки и здесь запишите любое название брони. И также в названии укажите какая-то часть брони. Например, как у меня, я написал, что это у нас броня бога и дальше через дефис написал, что это у нас конкретно шлем. Это нужно для того, чтобы при выбрасывании брони она у нас различалась. Потому что, когда мы выбрасываем предметы, они у нас все однотипные и отличаются только названием. Ну, думаю, это понятно. Дальше закрываем кавычки, закрываем квадратную скобку, ставим три тильды, пишем replace item, entity, собака P, дальше слот armor head 0 и пишем golden helmet. Это у нас золотой шлем. Но, если вы хотите какую-нибудь другую броню, тогда вместо golden пишите любой другой тип брони. Например, diamond helmet. Это у нас будет алмазный шлем. Дальше ставим командный блок на режим цикла и работает всегда. Есть. Ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Execute собака E в квадратных скобках type равен item, запятая. Name равен снова в кавычках записываем название нашей брони. Закрываем квадратные скобки, ставим три тильды. Дальше эффект собака P и записываем любой эффект, который мы хотим, чтобы выдался, когда мы оденем шлем. Я напишу resistance, это у нас сопротивление урону. Дальше указываем длительность эффекта в секундах и также силу эффекта. Я запишу 300 секунд, то есть 5 минут. Но, если вы хотите, чтобы эффект выдавался на бесконечное время, то просто запишите 4 девятки. И также я поставлю силу эффекта 10. Дальше пишем true и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Так, и теперь смотрите. Если вы хотите, чтобы у вас один предмет выдавал сразу несколько эффектов, тогда поставьте еще один такой же командный блок, но в нем запишите просто другой эффект. Итак, вы можете поставить сколько угодно таких командных блоков, которые будут выдавать разные эффекты, одев всего одну часть брони. Например, как у меня сейчас шлем, но я сделаю, чтобы он выдавал всего один эффект. Дальше, после командного блока, который выдает эффект, сколько бы у вас не было этих командных блоков, ставим еще один командный блок, в котором будет такая команда. Kill собака E в квадратных скобках type равен item, name равен снова в кавычках записываем название брони, закрываем квадратные скобки и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Есть, вот мы и настроили один элемент брони, осталось еще три, то есть нагрудник, поножи и ботинки. Они настраиваются по точно такому же принципу, поэтому дабы не затягивать видео, так обширно я объяснять не буду, думаю вы и так поняли, что вы можете под себя изменить. Значится, рядом ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Execute собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название нашей брони, у меня это броня бога, и через дефис указываем, что это у нас будет нагрудник. Закрываем квадратные скобки, ставим три тильды, дальше replace item, entity собака P, пишем slot armor chest 0 и записываем golden chestplate, это у нас золотой нагрудник. И как я говорил, вместо golden вы можете записать любой свой тип нагрудника, дальше ставим командный блок на режим цикла и работает всегда. Есть, ставим следующий командный блок, в котором будет такая команда. Пишем execute собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название нашей брони, закрываем квадратную скобку, ставим три тильды, дальше эффект, собака P, записываем эффект, который мы хотим, чтобы нам выдавался, когда мы оденем нагрудник, у меня это strand, то есть сила, и дальше указываем время действия эффекта в секундах и также силу действия эффекта. И да, желательно время действия эффекта везде указывать одинаковым, чтобы потом эффекты у вас закончились в одно время. Дальше пишем true и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Есть, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Kill собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название нашей брони, закрываем квадратную скобку и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Так, нагрудник мы настроили, теперь ставим рядом следующий командный блок, в котором будет такая команда. Пишем execute собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название нашей брони и через дефис указываем, что это у нас поножи. Закрываем квадратные скобки, ставим три тильды, пишем replace item entity собака P, дальше слот armored legs 0 и записываем golden leggings, это у нас золотые поножи. Так, и ставим командный блок на режим цикла и работает всегда. Есть, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Execute собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название брони, закрываем квадратную скобку, ставим три тильды, дальше эффект собака P, записываем название эффекта, у меня это speed, то есть скорость, указываем время действия эффекта в секундах и также силу действия эффекта. Пишем true и ставим командный блок на режим цикла и при условии и работает всегда. Так, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Kill собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название брони, закрываем квадратную скобку и ставим командный блок на режим цикла и при условии и работает всегда. Есть, по ноже мы настроили и остался всего один предмет, это у нас ботинки. Значит, составим рядом следующий командный блок и записываем в него такую команду. Execute собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название брони, через defice указываем, что это у нас ботинки, закрываем квадратные скобки, ставим три тильды, пишем replace item entity собака P, дальше слот armor fit 0 и записываем golden boots, это у нас золотые ботинки. И ставим командный блок на режим цикла и работает всегда. Есть, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Execute собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название брони, закрываем квадратную скобку, ставим три тильды, дальше эффект собака P и записываем любой эффект, который вы хотите, чтобы выдавался, когда вы оденете ботинки. У меня это jump boost, то есть супер прыжок, дальше указываем время действия эффекта в секундах и также силу действия эффекта. Пишем true и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Так, ставим следующий командный блок, в котором будет такая команда. Пишем kill, собака E в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках записываем название брони, закрываем квадратные скобки и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Есть, вот и все, наш механизм полностью готов. Вот такой немаленький механизм у нас получился, целая стена. И как вы видите, он делится на 4 столбика, где каждый столбик отвечает за свой элемент брони. Ну, думаю это вам понятно, так что давайте мы его сейчас проверим. Значит соберем нашу заранее названную броню. И да, название брони должно быть точно таким же, как мы указывали в наших командных блоках, иначе ничего работать не будет. И если кто не знает или забыл, броню можно переименовать просто в наковальне. Ну, думаю это понятно, так что давайте мы ее сразу оденем, и еще раз напомню, чтобы одеть броню, мы ее просто выбрасываем. Так, и смотрите, нам сразу выдались все эффекты, круто, значит у нас все работает. И да, если вы хотите, чтобы ваш механизм работал, даже если вы от него далеко отойдете, тогда сделайте следующее. Подойдите поближе к этому механизму, откройте чат и запишите такую команду. Слэш, тикинерия, эд, киркл, ставим три тильды, один, и запишите любое слово на английском, это будет название вашей тактовой области. С помощью этой команды, область в которой вы находились, будет оставаться постоянно прогруженной, даже если вы от нее далеко улетите. Ну, а на этом все, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр, вот такой видосик у меня получился в этот раз, и если он тебе понравился, обязательно жмякни на кнопочку лайка, ну а также не забудь нажать на кнопочку подписаться, и присоединяйся к нашей пока что маленькой, но очень дружной семье. И да, ребят, хочу вам посоветовать крутой канал Мистер Гефичка, у него на канале вы найдете много полезных обучающих видосов с различными механизмами по Майнкрафту, а также развлекательные видосы с геймплеем, так что кому интересно, ссылочка в описании. Ну, а с вами, как всегда, был GoodApple, всем до скорого, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok